Здравствуйте! Это итоговый выпуск нашей программы в студии Анастасия Дороган. О самых заметных и важных новостях этой недели в ближайшие полчаса. Главная новость этой недели – дома рушатся. Двухэтажные бараки, сосредоточенные главным образом в районе потока, напоминают о своем возрасте и ветхости. Вечер понедельника произошло обрушение балки над кровлей дома на 1-й западной 51. Жильцов эвакуировали. В среду эвакуировали дом на советской армии 54. Там частично обрушилась стена. Что ж взять со зданий, которым примерно лет 70. Но если с ними все понятно, то что будет с жильцами этих домов? В конце недели все еще не вполне ясно. Подробности у Валентины Аскеровой. Вот из этих, получается, окон эвакуировали как раз маленьких детей. Частичное обрушение карниза и фасада над вторым подъездом 9 вечера. Через несколько минут к дому стягиваются все экстренные службы города. Из-за угрозы дальнейшего обрушения начинается эвакуация жильцов. Кто-то выходит самостоятельно, кого-то вытаскивают с балкона, а двух детей – бабушку. Вызваляют прямо из окна. По словам очевидцев, на спасение пожилой женщины ушло около 10 минут. Бабушка, бабушка, она вон бедная, уже никакая. Все, дом рушится. Бабушку вытаскивают. Бедная. Эвакуировали 55 жителей. Большинство ночевали у родственников. Восемь в пункте временного размещения. Его развернули на базе Центра детского творчества. Увидеть их быт не удалось. Нашей съемочной группе вход туда закрыли. На утро часть жильцов вновь вернулись к родному дому. К этому времени специалисты уже завершили демонтаж опасных конструкций. Я услышала грохот по трубе. Труба-то у нас газовая общая. Я не поняла, что происходит. Я думаю, что-то с крыши падает на трубу. А потом к нам уже в двери стали стучаться, что была как раз угроза обрушения. Именно вот эта балка нависла, стали кирпичи падать. В чем мы, как говорится, были там, быстрее собрали паспорт, только взяли и оттуда ушли. Но, к сожалению, у нас остались там животные. То есть у нас все там. В 2019 году жильцы этого дома добились, чтобы их жилье признали аварийным. Но с предоставлением альтернативного власти затягивали, а дом рушился на глазах. Кирпич в месте обрушения вываливался ежедневно, говорят люди. Она уже недели или две назад начала обрушиваться постепенно. Вернее, весь день сыпалась. Сыпалась весь день, что страшно было там даже проходить. Мне кажется, квартиры не дадут. Сейчас починят. На этом смысл брать. Проблема в том, что на нас, к сожалению, всем наплевать. После всего случившегося как-то переселят? А куда они нас переселят? В такое же аварийное жилье? Вот я думаю, наверное, нас сейчас проверят вот здесь, да, скажут, что в третьем подъезде более-менее нормально, в первом подъезде нормально, но и живите вы дальше. Было принято решение о необходимости проведения обследования конструкции здания, в том числе о возможности проведения работ противоаварийных. Результатом решения комиссии формируются материалы для заключения муниципального контракта на проведение указанных мероприятий. Ну а пока жителям аварийного дома, где произошло обрушение, напоминают, что они могут воспользоваться жильем из маневренного фонда или же арендовать съемное за счет администрации города. А между тем, следователи по факту халатности уже возбудили уголовное дело. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Кстати, по документам жители их должны были расселить не позднее 18 февраля 2021 года. Практически каждая двухэтажка на потоке, так же, как и этот дом, где вчера произошло частичное обрушение, находится в аварийном состоянии. Людей не расселяют. А это значит, что уже сегодня спасатели могут извлекать из-под завалов жителей любого из этих домов. Пока еще ЧП нет, может случиться. Потому что везде, во всех квартирах, везде потолки, стены все уже в трещинах. Уже шесть лет. Вот седьмой год пошел. Все аварийный. И никакого сдвига. А детей сколько? Сколько детей в этих домах? Кстати, уже на следующий день после ЧП на первой западной стало известно о происшествии двухэтажки барачного типа на советской армии 54. Там осыпалась стена. Произошло это 3 апреля. Но тогда люди как будто и не заметили случившегося. И лишь после инцидента на потоке испугались и вызвали спасателей. К стенке с той стороны выпала часть кирпича из-под крыши. И начали сыпаться очень. То есть не по одному кирпичу, а уже там по два, по три кирпича. И практически падают и падают без остановки. Еще идет ночью, когда спишь, шуршание в стенах. Такое впечатление, что рушатся внутри стены. Вот это вот свыше у нас скоро переселят. На вам что-то дадут уже лет 20 и это свыше. В программе переселения включен дом на 22-23 годы. На сегодняшний день, учитывая поручения президента, рассматриваются вопросы по ускорению сроков расселения домов, в том числе на территории Алтайского края. Поэтому в случае, если данная программа заработает, то соответственно в более ранний период будут попадать дома, которые расположены в ближайших этапах реализации программы. Жильцов экстренно эвакуировали. Часть приютили родственники, остальные нашли приют в пункте временного размещения на базе детской и юношеской спортивной школы номер 6. Сейчас даже мысль о возвращении ветхий дом их пугает. С лак посыпался. Такая пыль поднялась. Деда запорошило всего. Мы там как от фига рыбали. Среди тех, кто теперь живет в пункте временного размещения, Тамара Сивцева. С парализованным мужем-инвалидом и любимым котенком она вынужденно покинула родные стены. Судзащита сразу же посоветовала разместить мужа в интернат. А вы дедушку не будете оформлять в интернат? Здравствуйте. Я говорю, я 50 лет не может доживаю. Говорю, какой интернат вы что-то нет. В общей везде соседи стали только ближе друг к другу. В спортзале их четверо. Любимого котенка пенсионерке помогли пристроить знакомые другой жительницы пункта временного размещения. Мария Федоровна тоже оказалась здесь, потому что идти оказалось некуда. А сыновья сами люди семейные, живут на съемных квартирах. Обиды ни на кого нет, говорит пенсионерка. Возмущает только отношения чиновников. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние. И вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Следком тем временем по факту обрушения стены возбудило уголовное дело также по статье «Халатность». К слову, прокуратура ранее еще до происшествия пыталась добиться расселения аварийщиков через суд. Прокуратурой города Барнаула ранее в защиту интересов собственников и нанимателей жилых помещений, расположенных в данном аварийном доме, предъявляли суд исковые заявления о изъятии жилых помещений путем их выкупа, а также предоставления жилых помещений по договорам социального найма. Расселить жильцов дома по советской армии 54 планировали через 2-3 года на средства краевой программы. Однако недавнее обрушение стены процесс должно ускорить. Власти намерены решить проблему как можно скорее. Об этом заявил на встрече с жильцами мэр города Вячеслав Франк. По словам городоначальника, если такой возможности не будет, то город будет обращаться в правительство края. Валентина Аскерова, Анар Шагирова, Андрей Печоркин, Александр Андропов. День с толком. Чего боятся жители? Худшего сценария. И он в Барнауле, к сожалению, был. 2013 год, улица Миле Алексеевой, 33. Этого дома уже нет. 18 июля в 17.50 у дома рухнула стена. И жертвы были. Двое человек погибли под завалами. Этой трагедией тогда жил весь город. В первые часы спасатели устраивали минуты тишины, чтобы услышать крики помощи под завалами. Дорогу для автотранспорта перекрыли. Управляющие компании доверие тогда дали такой комментарий. Жильцы от переселения отказались. 19 июля на следующий день власти объявили, что не будут восстанавливать здание. В августе приняли решение, что бывшим жильцам будут предоставлять ежемесячные выплаты на аренду другого жилья. Всего же на выплату материальной помощи было предусмотрено 6 миллионов 600 тысяч. Напополам из городского и краевого бюджета. По данным мэрии, за 2013 год все эти средства были выплачены. Вот это место. Здесь дом и стоял. Кстати, в 2013 году усказывалось предположение, что на этом месте возведут другое здание. Не более четырех этажей жилого или социально-бытового назначения. Но его нет. Елена Ярославцева, активистка этого района, о таких идеях не слышала. Говорит, это было бы невозможно. Да мы рядом такие же ветхие, и они бы просто не выдержали масштабной стройки. Елена, вся эта трагедия происходила на ваших глазах. Вот что вы видели? Какое внимание жильцам оказывалось тогда? И знаете ли вы, где они сейчас живут? Когда мы гуляли по Эмиле Алексеево, там прямо, знаете, видно было, как стена была выгнута в сторону улицы. Она конкретно была выгнута. Мы еще гуляли со своим спутником. Он говорит, давай осторожней, потому что это уже была весна, упал он летом. Потому что, говорит, ну стена вообще выгнута. Значит, Мишиновцева комиссия, что наш дом Смирнова 92, что Эмиле Алексеево 33, значит, приняли такое решение, дома аварийные, но подлежат капитальному ремонту, либо реконструкции. Понимаете? На основании этого жителям было предложено, наш дом пока не трогали, а тем жителям было предложено съехать в маневренный фонд. Ну, естественно, им предложили маневренный фонд, вот на Первой Западной. У нас маневренный фонд в ужасном состоянии. У людей там были ремонты, там очень много семей было благополучных, они жили. И, в общем-то, люди были против съезжать, да, в общем-то, люди и боялись. Потому что в этом маневренном фонде можно, как уже нам известно, остаться на долгие годы. Люди стали, тогда комитет ЖКХ, насколько мне известно, инициировали суд, значит, о выселении жителей. Жители судились, чтобы им предъявили квартиры, а не маневренный фонд. И вот это все затянулось. Но был такой момент, когда там установили леса, и попытались, вот это как раз место обрушения этого дома, попытались, видимо, его каким-то образом либо стянуть, либо сделать перекладку стены. Ну, как говорят сплетни потоковские, люди туда залезли, рабочие, и в ужасе оттуда просто свезли. Леса там стояли, потом их разобрали, эти леса. То есть, ну, вот такое решение о капитальном ремонте вот таких домов. Люди после вот этого всего получили денежные средства на приобретение квартир, и они от всех комментариев отказываются. Они просто не хотели вступать и разговаривать с другими жителями, с соседними домами. Ну, просто как бы, видимо, было такое устное соглашение, что вот мы вас быстренько расселяем. В общем, вся эта история была замята. Казалось, что эта ситуация увеличила внимание общественности и властей к потоку. Так ли это и насколько долго это все продлилось? Вы знаете, тогда вот даже наш дом после этого прогнали через суд. Прокуратура, значит, от имени неопределенного круга лиц мы прошли вот эту всю инстанцию в суде. То есть мы были там никто, мы просто там присутствовали, так пришли. Нам так огласила судья, что да, да, реконструкции подлежи, только не расселению. В общем-то мы оттуда вышли недовольные. Ну, а что мы сделаем? Это суд. Все. А другие дома прямо быстро-быстро стали признавать аварийными. Вот именно здесь, вот в этом районе, где вот обрушился дом. Прямо моментально. Хотя люди там, в принципе, не добивались. Ну, может быть, были неактивные, может быть, попробовали, да ничего не получилось. Ну, так вот было, да. Многие дома признали аварийными. Ну, сносить, сносят единицы. Елена, а в каких настроениях сейчас живут на потоке? В общем-то, жители любят свой район. И, конечно же, они бы остались здесь жить. То есть, это не факт, что они там хотят переехать куда-то в какие-то новостройки, там, я не знаю, в Лосихинское, там, еще что-то. Боже упаси! Мы очень любим свой район и желаем здесь жить. Вот, потому что район у нас здесь очень удобный для проживания. Если вот отбросить все эти аварийные дома, у нас здесь в наличии есть детские сады. У нас есть школы, у нас спортивные школы Олимпийского резерва. У нас здесь много чего, что есть, чего нету в новостройках. Вот, если бы его квартально застраивали, поквартально, ну, то есть, вот, буквально, прямо вот все так говорят. Вот здесь вот построили, мы переехали, наш несли дом. Следующих построили, заселили, мы бы все здесь остались. Вот, эти проблемы легко решаются, но их никто не решает. В чем, на ваш взгляд, корень проблемы? Это не внимание управляющих компаний или это долги жильцов, о чем часто говорят управляющие компании, мол, не на что делать ремонт? Нет. Дело в том, что управляющая компания работает только на деньги жителей. У нее нет других денег, у управляющей компании. Вот, поэтому вот эти незначительные средства, дома все нерентабельные. Ну, можете себе представить, наш дом, например, 12 квартир, где-то 16 квартир, дома нерентабельные. Речь идет либо о сносе этих домов, причем немедленном, вот, либо, значит, о очень дорогостоящей реконструкции, которая, на примере моего дома, я как домком уже могу сказать, нерентабельна и неэффективна. Получается, к лучшему ничего не меняется? Будет только хуже. Я просто, у меня очень много знакомых, вот, пожалуйста, соседний дом стоит 98-м, там тоже скоро рухнет стена. Когда это произойдет, никто не знает. Шлак с кирпичем. То есть вот если написано в документах, что дом кирпичный, да, это не факт. У нас вот так написано в документах, что он кирпичный, когда копнули, там шлак-кирпич, шлак-кирпич, шлак-кирпич. То есть этот шлак весь разбывается, получается дыра, и там как себя кирпич поведет, как себя раствор поведет, никто не скажет никогда. В январе этого года для нашей рубрики «Коммунальный патруль» администрация города предоставила такие цифры. Сейчас в Барнауле 224 многоквартирных дома, признанных аварийными, и они подлежат сносу. Но по данным руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Игоря Берга, при износе 60% некоторые дома официально аварийными не признаны. Как быть жильцам ветхих помещений и у кого добиваться помощи по переселению? Слушайте и записывайте. Весь район, указанный вот этот поселок западный, он находится практически полностью в аварийном состоянии. Если и есть двухэтажные дома, примерно 40-х годов постройки, признанные не аварийными, то по факту они таковыми являются. Просто жители пока еще не провели процедуру по признанию данных объектов аварийными. В основном состояние домов в очень плохом, то есть износ у многих более 66% нижнего порога для признания аварийного. А то достигает и 70-75%. Что в таком случае людям делать? Ну, во-первых, нужно не сидеть на месте, не ждать, когда придет 25-30 год, когда жилой дом их там может рухнуть. А рухнуть он может в любой момент. Это кажется с виду, что сегодня он нормальный. А вот как мы видим в случае с 51-м домом, он долгое время оказался более-менее в нормальном директорском состоянии. А брошей может произойти в любой момент. То есть действительно угрозу жизни и наличия может установить только профессиональный эксперт-строитель. То есть на глаз это не видно, поэтому любой дом может обрушиться. Но, во-первых, к этому нужно быть готовым. Всегда жителям таких домов нужно на готове при себе иметь телефоны экстренных служб. Это обязательно в случае обрушения звонить сразу же немедленно по телефону 112. Если в дальнейшем здесь не принимается никаких мер, экстренные службы не выезжают, необходимо звонить на телефон доверия МЧС России, федеральный. Его можно найти в любых поисковиках, это московский номер. Там тоже находятся круглосуточные специалисты, можно оставить жалобу. И обычно это очень эффективно работает, и сразу же немедленно в место выезжают все необходимые спецслужбы. То есть в дальнейшем, естественно, необходимо добиваться, чтобы предоставляли нормальное жилье. Потому что то, что сейчас предлагаются условия, переезжать в маневренный фонд, снимать, брать найм, то есть это все невозможно, нереально практически. Маневренный фонд у нас единичный в плохом состоянии, а съем жилья, ну, извините меня, сейчас все подорожало. И ту сумму, которую они выделяют, ну, можно лишь частично, а не каждый имеет возможности. Даже суды очень часто это во внимание не принимают, вот эти моменты. А людям, аварийщикам, что нужно делать? В суд подавать? Конечно, им нужно обращаться в суд, в судебном порядке, подавать, то есть жалобу. Причем люди, которые относятся к льготным категориям, такие как пенсионеры, инвалиды, ветераны, воин, да, и великоотечественные, локальных, то есть чернобыльцы, многодетные семьи и другие льготные категории, имеют право обратиться в прокуратуру города Барнаула с письменным заявлением, где в порядке статьи 45 Гражданско-процессуальный кодекс, это важно сослаться именно на эту статью, их права могут быть защищены. Это что касается собственников жилых помещений. Что касается нанимателей, то вне зависимости от возраста, вне зависимости от льготной категории, права нанимателей имеют право защищать прокурор. То есть, опять же, необходимо обратиться в заявление в прокуратуру города Барнаула, и прокуратура, проведя проверку, направит исковое заявление в суд, и в течение полугода, может быть, восьми месяцев это все решится, то есть и дальше будет решение исполняться. Скажу, что решения действительно исполняются, да, на это решение вопрос уходит до года, бывает, но, понимаете, это лучше, чем ожидать 5-7 лет. Если люди боятся за свою жизнь, за свое здоровье, они должны добиваться, в первую очередь, защищать свои права путем подачи иска в суд, при поддержке прокуратуры, льготной категории и все наниматели. А кроме того, пока они там живут, потому что их в одночасье не расселят, нужно обращаться обязательно в жилищную инспекцию, в прокуратуру. Если там какие-то антисанитарные создаются условия, да, плесень те же, тараканы, это очень часто, да, следы замачивания, обращаться в Роспотребнадзор, они будут брать пробы, то есть это все нужно делать. А если дом вообще не признан аварийным, то нужно озаботиться, если состояние конструкции уже угрожает, есть деформации, трещины, нужно озаботиться признанием. Потому что если он неожиданно рухнет и не будет признан, я не знаю, что будут делать потом люди, предоставят ли им другие помещения. Большинство таких аварийных и непризнанно аварийных зданий сосредоточены в районе потока, что вполне объяснимо. Что с этим можно сделать? Барнаульские архитекторы предлагают применить креативную экономику. К ветхому и аварийному потоку она вполне подойдет. Но превратить ныне маргинальный район города в оживленный и привлекательный можно лишь при условии федерального софинансирования. Александр Деринг встретился с моими коллегами и объяснил, каким видят поток прошлого и будущего. Не зря слово поток, потому что это было поточное строительство. Конечно, в советские времена, в времен СССР, вы знаете, это вся зона промышленная вдоль космонавтов. И жилье, оно шло за промышленностью. То есть, когда нужна промышленность, нужны были религиозные ресурсы. Для людей нужно было строить жилье. Соответственно, поток – это, собственно, те люди, которые работали на этих заводах. Вот это была взаимосвязь с такой широкой зеленой полосой, разделяющей жилье от промышленности. Все по классике. И, конечно, это был совершенно естественный характер. То есть, промышленность обеспечивала социальную сторону жизни потока. То есть, там были и бани, и кино, и клубы, и все что угодно. То есть, жизнь кипела, она была абсолютно естественной в этом плане. Когда времена изменились, и промышленность рухнула, по сути дела, сейчас, по-моему, там последний, наверное, доживает, возможно, эта промзона, поток становится таким несколько маргинальным районом, в котором, ну, во-первых, просто глобальный практически износ очень сильной жилья. То есть, вот это всего, не только жилья, в принципе, помните, там поликлинику закрыли, вернее, больницу большую. И так. Поэтому, конечно, это ветхоаварийное жилье, то, что сейчас так классически называется, да. Поэтому сейчас строительство, строительство жилья особенно, это отдельно абсолютно экономическая такая отрасль экономики, не связанная как раз вот с экономикой, с промышленностью реальной. Это отдельный, как бы, бизнес. Поэтому и из этого все вытекающие особенности. Что касается потока, значит, здесь вообще вот этот термин «реновация», он, в принципе, применим. Поток, вот, по сути дела, если его позиционировать действительно как глобальное место, жилой массив огромный, который, по сути дела, является ветхим, который уже капитально абсолютно изношен, мне кажется, вполне справедливо было бы. Мне люди же не виноваты в том, что они, их поселили там, они жили, их поколениями жили, да, и все это пришло в такую негодность, почему они должны нести вот эту огромную материальную нагрузку на том, чтобы что-то там делать, там, да, ремонтировать, вызывать какие-то строители, я не знаю, там, в конце концов, даже выселяться и покупать новое жилье из-за того, что там старое. Но они же не виноваты. Поэтому я думаю, что здесь есть такие пути, путь такой особенный, который связан, скорее всего, с запросом, запросом действительно инвестиций у федеральной власти. Это даже не края, это я думаю, что это нужно в Российской Федерации просто обращаться. Ребята, у нас катастрофа, у нас целый район, который просто валится один за другим. Нам нужно, у нас нет просто средств, у нас не формируется бюджет. Вы же знаете, как формируются бюджеты местные, муниципальные и даже краевые. Да, нам просто не возвращаются те налоги, которые, как и раньше было, до 2003 года. Поэтому, мне кажется, нужно очень активно, очень активно власти заниматься, заняться этой проблемой. То есть запрашивать, запрашивать инвестиции. Открыть финансирование, проектное финансирование на размещение. То есть это вот людей расселяет, есть уже проект полностью на подок. И постепенно, шаг за шагом, идет такая джентрификация, как еще называют. Население одно уезжает, им в каких-то районах, государство, естественно, покупает и строит в других районах. Они туда переселяются, а здесь застраиваются другим. Вот идет такая волна одно за другим. И это, в принципе, уже технология опробованная, отработанная. Вопрос только лишь в таком харизматичном решении властей и запросе просто финансов. Я скажу, что вообще вот то, что вот эта промышленная зона, ведь она вообще сейчас, да, вот вы знаете, что сейчас год креативной экономики, и вообще идет такая волна, опять же, да, еще одна волна. Это было создание таких креативных кластеров. И так вот, вот эта зона, промзона бывшая, она может превращаться просто в такие, действительно, кластеры, где для того, чтобы люди могли там проводить время, то есть там можно просто создавать новую, новую вот эту вот креативную экономику для развлечений, для арговли, еще чего-то. И тогда вот этот район, реновированный район поток, он будет, естественно, жить вот с этим районом реновированной промышленности, опять же. Поэтому я думаю, что вот этот район, в принципе, может иметь перспективы. Если еще будут вынесены очистные сооружения, как, да, мы знаем, что на другую локацию, вот. И вообще это вполне реализуемый проект. А о проекте пока речь не идет, его нет? Есть какие-то задумки, есть в генплане, да, уже это отражается. Отдельно какими-то идет медленное такое расселение, да, кто-то что-то расселяет, что-то кто-то покупает. Предприниматели, застройщики, мы это видим, да, местами возникает точная довольно-таки застройка, но опять же она точная, она не связана с комплексной застройкой. То есть, потому что там есть, конечно, в плохом состоянии инфраструктура, социальная, ее тоже нужно либо сносить, скорее всего, и строить новое. Какие-то исторические маркеры, какие-то названия улиц, какие-то то, что называется памятью места, оно должно присутствовать там. Кстати, и, возможно, как раз этажность, надо просматривать, как этажность делать. Потому что если мы хотим сделать это, ну, привлекательный и вполне для инвесторов, и для покупателей этот район, то не стоит это застраивать, сделать нам новый Бухенвальд, это, то есть, огромное гигантское скопище этих человейников, да, напихать их вообще с этим проблемами. Я думаю, что здесь нужно сделать привлекательную планировку, конечно, с восстановлением или с историческими какими-то названиями, улиц, там, бульваров, еще чего-то, чтобы это была память, естественно. Еще один итог недели. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Барнаула Антон Бенц написал заявление по собственному желанию. Причины не раскрывает, но по данным портала Толк, интерес к нему могут проявлять силовые структуры. Есть версия, что он просто решил покинуть этот ответственный пост. Сфера ЖКХ всегда была предметом нареканий со стороны жителей. Губернатор недавно критиковал городские службы на предмет плохой уборки улиц и дворовых проездов от снега. Ну а история с эвакуацией двух домов за одну неделю могла стать последней каплей. Впрочем, поговорить с представителями мэрии о том, что мешает расселять жильцов аварийных домов вовремя, и сколько денег на это нужно, на этой неделе было невозможно, надеемся. На следующей неделе мы услышим эти ответы. Еще одна важная тема недели – паводок. Первая волна уже здесь. Краснощелковский, Третьяковский, Куринский район. К ним вода уже пришла. В восьми муниципалитетах уже введен режим повышенной готовности, но, к счастью, сценарий этого года совсем не похож на первую волну 2018 года. Андрей Дриер продолжит. Это у нас аэропортная. Представьте, все, что вообще кошмар. Райцентр Краснощелкова наши дни. Вода заполняет низины, подступает к жилым участкам. Такая река растянулась на целую улицу. Впечатленные жители не сдерживаются. О, все, вообще прям все. Вчера в районе деревни Краснощелкова 6 числа наблюдался подъем талой воды. И уровень речки поднялся чуть ли не на полтора метра. МЧС предпринимала меры по откачке воды из подтопленных домов. И латают дамбу, где ей были нанесены небольшие повреждения. Сейчас уровень воды упал. Все нормально. Нормально, да не очень. Тот же местный житель пояснил. Смыло некоторые части дамбы, которые должны были отвезти воду в сторону от села. Конструкцию уже подправила техника. Вопросом безопасности в муниципалитете обеспокоено и краевое управление МЧС. Также накануне стало известно о скоплении талых вод в райцентре Краснощелкова. Сегодня туда направлены сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с комплектом водоналивных дамб. Вон, ты, видишь, через трассу идет. Это на Красную Сибирь. Вот через улицу фигачит. На одном из участков трассы в Краснощелково соорудили временную дамбу. Размыло дорогу в селе Староалейское Третьяковского района. Пять домов оказались отрезанными от остального мира. Сами участки, к счастью, не подтопило. Спасатели помогают людям, которые оказались в осаде половодия. Поводок внуев начался с предгорных районов. Юг Алтайского края уже встречает активное вскрытие рек. Черыш, Аллей, Ануи. Алтайскому краю уделили особое внимание и на всесибирской пресс-конференции, посвященной поводку. Но здесь я хочу обратить внимание, что у нас будет очень теплое, по предварительному прогнозу, вторая декада апреля. И на нее придется наибольшая интенсивность снеготаяния. В ожидании подъема воды оперативные группы работают в Красногорском, Бийском и Черышевском районах. Проводятся все подготовительные работы. Например, на БИИ к спасателям присоединились военные вооруженные взрывчаткой. Также муниципалитетами проводятся мероприятия по чернению льда, уменьшению ледового покрова, распиловке льда, а также по вывозу снега. Финансовые резервы созданы. Алтайским краем заключены договора на привлечение авиации, для поведения взрывных работ и заключены договора с организацией, которая будет задействована в случае появления заторных участков на реках края. Переход воды через дорогу зафиксирован и на трассе Шипунова-Краснощеково-Курья. На дороге Олейск-Безголосово тоже произошел резкий подъем талых вод до уровня моста. На месте установлены запрещающие дорожные знаки альтернативной проезда села Безголосово через трассу Олейск-Петропавловская-Смоленская. А уже к концу рабочей недели спасатели сообщили, что уже в восьми районах края введен режим повышенной готовности. В соцсетях об этом не забывают говорить и жители проблемных районов. Все дома, по фундаменту гляди, выше фундамента вон. Гляди. Все, все затопило. Вся поляна в воде. Там уже через дорогу, короче, идет глубина примерно сантиметров 80. Работают на территории Алтайского края у нас оператив 5 оперативных групп, используем активные беспорядные в зону системы. В целях предупредителей мероприятий в селе Карпово-2 Краснощековского района развернули полученные в прошлом году водоналимные дамбы. В МЧС рекомендуют, если ваш дом находится в зоне вероятного подтопления, подготовиться к приходу воды, отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печах, поднять ценные вещи и мебель, закрыть окна и двери, отвязать животных и не забыть при эвакуации ценности, документы и небольшой запас продуктов. В целом, от первой волны поводка в этом году могут пострадать более 45 тысяч человек. Человек – это 182 населенных пункта, но вода зайдет во все из них, только если реализуется наихудший сценарий. Андрей Дреер, День с толком. Но были и хорошие новости. На этой неделе завершилась добрая история спасения птицы. В Барнаул доставили краснокнижную птицу из Мурманска. В конце марта там нашли самку кречета с сильно поврежденным крылом. Уна, так ее назвали, прошла лечение, и теперь в Барнауле ее ждет серьезная реабилитация и жених. Татьяна Голубева встречала Уну на Алтае. Итак, мы сели в самолет в Барнаулске. У нас тут рядом у окошка, вот у нас луночка. Чувствует себя неплохо. Паричку попила. Раздрала все в пеленку. Все очаровала специалистов досмотра. Анастасия – ветеринар из Мурманска. Весь продолжительный путь, а лететь до Барнаула пришлось двумя самолетами, снимала свою подопечную на видео. Так, мы в Москве. Уна у нас едет на модной-модной тележке. Чувствует себя хорошо. Парички внесла великолепно. В марте птицу с окровавленным крылом подобрали на одной из улиц в Мурманске. Благо, нашли ее зооволонтеры. Они сразу поняли, перед ними краснокнижная разновидность сокола кречет. Несколько недель птица провела дома у Анастасии. Девушка извлекла две свинцовые дробины и зашила раны. Но так как краснокнижную птицу дома содержать нельзя, Настя стала искать питомник и нашла в Алтайском крае. Так Уна и оказалась в Барнауле. 11 часов в воздухе и впервые птица летала несамостоятельно. Вот мы в Барнауле. Время семидран. Я не буду спорить. Стало жутко. Уна все хорошо. Ну а это Барнаульская ветеринарная клиника. Артем Кучер – давний друг Анастасии. Такой же фанатик, как она. О птицах знает почти все и лечит таких, как уна хищников, пострадавших от рук человека с завидной регулярностью. Ставит их на ноги и на крыло. Красотка. Мало места, скажу мне, да? На самом деле перевозить птицу в самолете можно лишь в переноске такого размера, рассказывает Настя. Сейчас у них отношения не просто питомцы и хозяйки, скорее мамы с дочкой. Чудовище. Чудовище, да? Слово чудо. После столь продолжительного перелета можно и носик почистить. Просто необходимо убрать пыль от пеленки, которую сгрызла птица за время полета. Что самое сложное было в общении с ней? Ее размеры. Ее размеры, потому что жила она у меня дома. Все-таки хотелось ее выпустить, побегать, но из-за травмы и из-за невозможности, так сказать, обеспечить ее нормальным, так как сказать, квадратными метрами, ей пришлось сидеть в тенте. Ну, тент был довольно-таки просторный, она двигалась, но все равно это не то. Артем, ну, ждали? Ждал. Сильно ждали? Сильно ждали, переживали, потому что рана действительно серьезная. Вот я сейчас оценил обстановку, посмотрел, какая рана. Да, еще лечение длительное будет. А пока принимающая сторона с восторгом наблюдает за тем, как птица ведет себя в новых условиях и отмечает, что ветеринар из Мурманска сделала большое дело. Птица вравновешенно действительно Настя прям подготовила, знаете, это прям в крови надо иметь, чтобы вот так вот с дикой хищной птицей, тем более с крупным соколом, тем более девушке, общаться на ты. Из-за серьезной травмы летать эта красавица уже никогда не сможет. Но после карантина и лечения Уну познакомят с женихом, живущим в центре Тайгун, и они смогут завести птенцов. Когда те подрастут, молодых краснокнижных птиц планируют выпустить в природную среду. Конечно, буду плакать, буду переживать, но ездить будет лучше. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.